Девочка-пай У флотского поэта Дмитрия Ковалева есть стихотворение в Полярном, а в нем такие строки Здесь ваши имена, в названиях, планах Не от морской волны, в мирской молвы А вас услышу, вспоминая славных И радуюсь, что вновь живы и вы Поэт был прав В городе Александровский Полярном что ни улица, то имя героя И это не преувеличение Мы посчитали, из 19 улиц 11 названы в честь героев моряков-североморцев Которые несли службу на Северном флоте Совершили геройские поступки во славу нашей Родины И вписали в летопись российской истории свои имена В честь 120-летия Александровского Полярного мы объявляем флешмоб Моя улица, я помню и горжусь Моя улица носит имя великого героя Советского Союза Израиля Ильича Фессиновича Фессинович был командиром подводной лодки М-172 Во время Великой Отечественной войны Он был одним из самых результативных командиров на Севере Его назвали романтиком Он писал стихотворения, прозу и книги Ему принадлежат произведения История малютки, записки подводника, а также стих Нет выше счастья, чем борьба с врагами К сожалению, судьба не подарила длинную жизнь герою Фессинович погиб, мужественно сражаясь с врагами В возрасте 29 лет, не дожив до своего дня рождения несколько месяцев В 1944 году Фессиновича командировали в Великобританию Для того, чтобы доставить и изучить английскую субмарину Лодка вышла из базы, но по пути погибла Лишь спустя 20 лет стали известны обстоятельства Нашу лодку подбил английский самолет по ошибке Вот такая нелепая смерть Несмотря на свою недолгую службу на Северном флоте Это всего 8 лет Фессинович сделал очень многое для защиты своей отчизны Улица, на которой живу, названа именем Иван Севко В основном флоте с Иван Севко добровольцем ушел на флот Гитлеровцы рвались к Мурмску важному стратегическому порту на севере нашей Родины Немцы бросили свои части на форсирование реки Большая Западная Лица Их наступление сдерживали морской десант и морская пехота Самые тяжелые бои развернулись в Мотовском заливе Где одну из высот защищали морские пехотницы На самой высокой сопке были созданы оборонительные рубежи Которые стремились захватить немецкие войска 2 августа 1941 года Наши части были вынуждены отступать под шквальным огнем немецких войск Прикрывать отход остался отряд морских пехотинцев, которым и был Иван Севко Его командир был тяжело ранен Смелый моряк вынес своего командира и украл в безопасном месте А сам вновь вернулся к пулемету 20-летний парень в одиночку сдерживал наступление нескольких сотен фашистов В течение двух часов, пока не израсходовал весь боезапас Немцы увидели, что огонь из окопа прекратился И подошли посмотреть на последнего уцелевшего защитника высоты Хотели взять его в плен Но Иван выдернул очку последней своей гранаты И взорвал себя вместе с врагами В том бою он уничтожил 26 немецких солдат Которые остались гнить в той земле, куда их никто не звал Герой Советского Союза Краснофротис, морской пехотинец Иван Михайлович Севко Был с почестями захоронен в братской могиле На земле, которую он любил и героически защищал Я помню о подвиге Ивана Севко Константин Иванович Душенов большую часть своей жизни посвятил военной службе С 1935 года он командовал Северной военной флотилией А с 1937 года Северным флотом Который создавался здесь, в Полярном Новый командующий приложил немало усилий для того Чтобы молодой Северный флот мог дать отпор любому врагу На море, на суше и в воздухе О том, чтобы жизнь в городе была комфортной Командующий тоже позаботился В Полярном быстро построили жилые дома Для семей военных, казармы для матросов Детский садик, дом офицеров и стадион Между прочим, самую первую в городе школу Построили всего за два месяца В строительстве принимали участие жители гарнизона И сам Душенов со своей женой А когда школа заработала Адель Карловна Душенова работала в ней библиотекарем Такого умного и заботливого командующего Очень уважали на флоте За свой труд он был награжден нардонами Но награды и уважение не помогли Когда его заподозрили в измене родины В 1938 году Душенов был арестован А через два года расстрелян Только в 1955 году стало известно Что казнили невиновного человека В честь первого командующего Северным флотом Стали называть улицы в Тибироморске и Гадживо Есть такая улица и в Полярном Красивые величавые дома построены при Душенове Пережили войну и продолжают украшать наш город Мы всегда будем помнить о нашем герое Я живу на улице Лунина А на нас в честь командира подводной лодки Николая Александровича Лунина Он командовал разными подводными лодками Но самое знаменитое событие в его жизни связано с К-21 В 1942 году наша лодка К-21 атаковала линкор Тирпиц Этот корабль был гордостью немецкой Германии Один из самых больших для того времени Но Лунин не испугался неравной схватки И принял решение атаковать Было зафиксировано два взрыва На базу Лунин сообщил, что одна из торпед попала в Тирпиц Подбила наша подлодка линкор или нет Об этом до сих пор спорят историки Но есть на счету К-21 под командованием Лунина И другие доказанные победы За годы войны эта подлодка Одержала 17 подбед над кораблями врага Легендарному командиру и его подводной лодке повезло После войны лодка стала музеем И сейчас стоит в Североморске А Лунин в мирное время командовал Бригадой подводных лодок Северного флота И ушел в отставку званий контр-адмирала Зная историю улиц, рассказывая ее друг другу Мы оживляем эти имена Душенов, Гаджиев, Фисанович, Котельников, Стариков, Севко Гандюхин, Моисеев, Ведяев, Лунин Эти люди настоящие герои Великой Отечественной войны Они внесли огромный вклад в освобождение нашего Заполярья От немецко-фашистских войск Мы помним и гордимся их подвигами А ты знаешь, через кого названа твоя улица? Присоединяйся!